Проект приказа по амбоскопии. Информация, пожалуйста. Уважаемые коллеги, дорогие соучастники нашего собрания, надо сказать, что это, как сказал Леонид Дмитриевич, действительно очень насущный вопрос, очень главный вопрос в нашей дальнейшей жизни. Вы, наверное, две недели вот наша конференция прошла, и все присутствующие здесь, и главное, что руководство, которое здесь было, разные начальники, они понимают, что сегодня без современной амбоскопии трудно двигаться куда-либо, я уже говорил об этом, различные разделы медицины завязаны на амбоскопии. И тот проект приказа, который был опубликован, вот паспорт того проекта, который был опубликован, был размещен на сайте правительства 30 ноября. Помните бы это все. Но меня здесь смутила сразу дата создания 11 ноября 2015 года, непонятно. Тем более, что я могу сразу сказать, что последние два года представитель нашего правления, нашего общества, Михаил Викторович Князев, ходил в Минздрав как на работу, то есть практически он там бывал постоянно, и работал с тремя командами, которые занимались нашим приказом. Значит, мы занимаемся приказом с 11-го года. Сначала был проект нового приказа по эндоскопии вместо 222-го. Зачем правила проведения эндоскопии? Затем порядок оказания медицинской помощи. Это все менялось название. Назвали, менялось название Минздраве. Они попадали в юридический отдел, там все это менялось. И так далее. Короче говоря, с 15 до 18-й год, постоянная работа с Минздравом, что я вам сказал, и за время нашей работы с Минздравом мы в Минздрав предоставили 13 вариантов приказа, проекта этого приказа. Ну, как я уже сказал, что вышел проект, который мы все с вами видели. При анализе этого проекта стало ясно, что данный проект не позволяет оказывать эндоскопию и помощь населению России на современном уровне и в полном объеме. Ну, первое. Национальные клинические рекомендации, которые существуют везде, по хирургии, по онкологии, по гастроэнтерологии, по терапии, по медиатрии, но продолжать не буду. Везде написано про эндоскопию, что должна делать эндоскопия. Но вы помните в приказе, отность один доктора, один эндоскопия. Поэтому 100% на ни одна нацплярки национальной рекомендации выполнить невозможно. По приказу МИЗДРАРа разработана номенклатура эндоскопических диагностических и лечебных мероприятий. Там всего 646 позиций. И это размещено на самом сайте. Вы знаете все приказы и так далее. Понятно, что выполните одним эндоскопом и одним доктором все те манипуляции, которые размещены, то есть указаны в этом приказе МИЗДРАРа, но тоже нереально. В российской филетостке времени существует ни одной программы скрины ГРДО, ракушек, пищеварительная система и просто нет. Поэтому, конечно, тот этот новый приказ не позволяет. Значит, как только вышел приказ, правление нашего общества мы разослали по нашей базе, в нашей базе лично, я имею в виду, 2850. Врачи эндоскопистов с просьбой проголосовать, а там надо было выйти на сайт правительства России, проголосовать за этот приказ. Значит, причем и 300 расшелали эти письма, и наверняка все их получали. Значит, проголосовало 220 человек. Два за, 218 против. Получено 554 предложения по изменению проекта приказа. Мы постарались суммировать те предложения, потому что предложений очень много, и надо сказать, что мне очень приятно отметить, что у нас в стране довольно много коллективов, которые обсуждали этот приказ на своих коллективах, мы получали коллективные письма, где подписывалось 50 человек. Наибольшее количество было, 56 человек подписалось, то, что они обсуждали в коллективе. Поэтому все эти предложения, которые были, мы суммировали. Ну, вот здесь небольшие, так сказать, вот такие картинки, откуда мы получили, видите, откуда мы получали предложение по нашему приказу. Поэтому мне хочется выразить большую признательность, большую признательность тем, кто, те, кто действительно откликнулся и чувствовалось по вашим ответам, заинтересованность людей, которые болеют. Поэтому, да, цифра, что вот, я сказал, что вот 220 человек, это, конечно, значительно больше за счет того, что голосовал коллектив. Поэтому я еще раз хочу сказать, что это действительно большая благодарность, что все так очень живо переживали за этот приказ. И порой, так сказать, иногда эти предложения, они такие были очень агрессивные, которые, так сказать, неважно присумировать. Если суммируют все предложения, можно вот остановиться на нескольких таких позициях. Первое, это практически во всем это необходимо ввести главных международных специалистов в альтроскопии страны, регионы и города. Почему? Просто в приказе существует приказ Нездрава, где закупка оборудования сегодня должна производиться обязательно с подписью главного специалиста. Но если сегодня у нас в России осталось всего лишь 17 главных специалистов в регионах альтроскопии, так и стекленно, как это ликвидирует облик. Следующий. Необходимо иметь положение то, о чем мы все писали, об эндоскопическом кабинете, диагностическом центре, эндоскопическом отделении, с муазучным режимом работы в моем приказе, то практически нет. Штаты. Ну вы понимаете, что на одного врача, как мы, так сказать, вот суммиро предлагается, на одного врача должно быть полторы ставки системы, ну вот, ноль ставки санитарные. При наличии четырех врачей-эндоскопистов, один заведующий, помните, в проекте приказа было на 15 врачей-эндоскопистов, должен быть один заведующий. Ну вообще непонятно, откуда взята эта цифра, что, тем более на основании приказов, по любой специальности, четыре доктора, децентарные. Для обеспечения трудосуточного режима работы, вы знаете, по нашим законам, необходимы четыре с половиной ставки врача-эндоскопистов. Ну и точно так же, в хирургах, это тоже и все. При наличии до усилия, необходима ставка врача и ставка сестра. Это то, что вот предлагалось в основном из ваших вереней. Обязательно ввести карматика времени на одну эндоскопическую, одну лечебную процедуру. Почему? Потому что в приказе, в новом, в проекте приказа написано, что нагрузки, что штаты определяются по нагрузке. Тут же возникает вопрос, как определить нагрузку. На этот вопрос проект приказа умалчивает. То есть нагрузки, невозможно определить нагрузку, либо по числу населения надо определять, либо, вот как было раньше, 222-го приказа, то есть количество минут или там времени на одну процедуру. Много очень было предложений по оснащению эндоскопических кабинетов, техносистических центров и эндоскопических отделений. Понятно, что вот те предложения, которые прозвучали, конечно, эндоскопическая аппаратура, прежде всего, цифровая, электрохирургический блок, машины для стерилизации, вот, набор лекарственных препаратов для оказания экстренной помощи. Тем более, что если отделение дежурит по экстренной хирургии, вы сами понимаете, с одним эндоскопом, одним врачом, не остановить кровотечение, необходимо иметь набор определенных инструментов, электрохирургический блок, набор лекарственную регуляцию и так далее. Указать нагрузку для новых эндоскопических технологий, которые появились. Это Эндоузи, это Эндокапсула, это Эндоистиноскопия. Почему? Потому что старых приказов, нигде этого не было. Вы прекрасно знаете, что Эндоузи, это Капсула и Эндоистиноскопия не требуют большого количества затрат рабочего времени, что, естественно, должно учитываться. Необходимо иметь стандартное заключение эндоскопического исследования с фиксацией изображения. То есть у нас сегодня каждое отделение, в общем-то, формы разные у каждого отделения, поэтому, наверное, это уже наша с вами задача, разработать стандартное эндоскопическое заключение, которое существует во многих странах, четко написать. То есть гастроскопия, колоноскопия, Эндоузи, то есть основные моменты можно всегда написать значительно больше, но штандарт должен быть обязательно. Это ваше предложение. Необходимо определить статус эндоскопической сестры. Почему? Это тоже очень важный момент, потому что, знаете, очень часто на усмотрение администрации, у нас в стране сестра либо процедурная, либо просто сестра, либо перевязочная, либо операционная сестра и так далее. В этом, конечно, надо определить статус эндоскопической сестры. Может быть, различий, опять же, по вашим предложениям, в кабинете, в ДНС, в центре, в эндоскопическом отделении и так далее. Ну и много предложений было, это очень много, предложений по тарифам, но это, как приказ, не определяет это, я просто говорю, какие были предложения по тарифам, по высокотехнологизмам Минцевской помощи, по скрипикам, программам и так далее. Так что мы это все суммировали. Правление, наше правление обратилось в Минград с шестью письмами. Я лично записывался на прием, я уже показывал тот ответ, который получил. То есть мы получили шесть абсолютно формальных ответов на все наши просьбы. Поэтому пришлось задействовать высшестоящие силы. И вот то, о чем я вам говорил, вот в настоящее время мне позвонили, сказали, дело при это к рассмотрению. Нет, не так. Дело, сейчас точно сформулирую, мне позвонили. А дело взято в разработку. Я тут же задал вопрос, разрабатывайте его наше правление, разрабатывайте Минздрав, на что мне сказали, посмотрите. Поэтому в настоящее время мы ждем, я жду вызова куда-то. Вот, потому что дело сдвинулись с мертвой точки, это уже хорошо. И тем более, что самое важное, что огромное количество предложений, которые мы послали. Я провел расследование. И это мне написал высшестоящая организация. Расследование какого плана? Все люди, которые занимались нашим приказом, чьи письма я получал в отказе от встречи с ними, с их подписью, я проверил, что это за люди. Одна женщина закончила инстиллерный экономический институт, вторая женщина закончила высшую школу экономики, а молодой человек закончил какой-то руководящий институт. Никто из них не имеет медицинского образования. И они нашим приказом занимаются уже много лет. Это явилось, поведение, таким основным толчком, что дело принято к разработке. Вот поэтому вот та конкретная ситуация, которая сегодня находится с приказом. Я думаю, что самое главное, что мы не собираемся ни с кем ругаться. Мы понимаем, что сложная ситуация в стране. Я понимаю прекрасно, вы все понимаете, что это требует очень серьезного подхода. Мы просим конструктивного решения наших проблем. Мы не собираемся ругаться, не собираемся ни с кем жаловаться. Но эту проблему нужно решить специалисты, которые имеют медицинское образование, которые разбираются на этой же проблеме. Я думаю, что в ближайшее время будет ясна ситуация с этим проектом приказа. Но во всяком случае, мы его тормознули очень так серьезно. И пока, так сказать, он не выходит по... Я думаю, что до того момента, пока он не выходит, так сказать, это сделано. Вот та ситуация, которая на сегодняшний день сложилась. Большое спасибо, Михаил Павлович. Пусть у него очень радостное сообщение о том, как обстоят дела. Будем с вами вопросы... Ну, наверное, я думаю, что, наверное, вопросы... Можно сейчас их задавать огромное количество вопросов, но ответы будут, так сказать, вообще, понимаете. Поэтому я думаю, что... Сейчас мы давайте дождемся, раз дело сдвинуло с морской точки, давайте дождемся каких-то серьезных решений. И все решения... Дело в том, что вы можете посмотреть на нашем сайте. У нас размещены и на дедуга тура, и наши все предложения размещены на нашем сайте. Можете прийти и посмотреть. Пожалуйста, можно на этом сайте вносить еще какие-то предложения. То есть, ну, я думаю, что это очень серьезно, это жизненно необходимое. Я как раз в свое выступление подчеркнул, что этот приказ вообще не дает выполнить ни одни национальные клинические рекомендации по всем специальностям, где есть слово эндоскопия. Вот это очень важный момент. Так, пожалуйста, и... Михаил Павлович, с Вашего разрешения короткое письмо от тех коллег, которые не присутствуют в зале. Светлана Викторовна Морозова, зампредседателя Московского общества. С огромным интересом и восхищением слежу за перебитиями конференции благодаря онлайн-трансляции. Передайте, пожалуйста, большую благодарность организаторам за такую возможность. Отдельное спасибо Александру Филину за... Господи... Сейчас... за классный профессиональный перевод мысленно с Вами успешных операций и насыщенных научных докладов. Я думаю, что...